Наши работники сами себя обслуживают и в медицинских учреждениях, и сами организовывают отдых. Мы продаем свое здоровье, работая под землей. Мы хотим его продавать дорого. Деньги в московском метрополитене для увеличения заработной платы есть внутри метрополитена. Мы требуем повышения заработной платы без увеличения стоимости проезда. Мы категорически возражаем сейчас, на сегодняшний момент, против увеличения стоимости проезда. Деньги собираются колоссальные. Умножьте 8,5 миллионов пассажиров в день на 30 рублей стоимость проезда. И это ежедневный доход, не считая рекламы, не считая продажи электроэнергии, не считая сдачи производственных помещений. Индексируют увеличение стоимости проезда, но забывают проиндексировать заработную плату на эту же сумму. Накопился колоссальный долг. Мы хотим разрешить эту ситуацию. С этого года, с 2014 года развязан дисциплинарный беспредел руководством московского метрополитена. Флаг этого беспредела господин Вайсборд. Нынче он главный ревизор московского метрополитена. В своей программной статье во всех бедах московского метрополитена он объявил некомпетентных и недисциплинированных работников локомотивных бригад. Во всех бедах московского метрополитена. Мы готовы опровергнуть это. У нас есть приказы и акты расследования именно руководства метрополитена, что эта информация не соответствует действительности. Вместе с тем, полтора года мы уже кричим о том, что новому подвижному составу, который приходит на московский метрополитен, надо учить по программам. Надо учить не меньше трех-четырех месяцев. На сегодняшний день обучение локомотивных бригад занимает две недели. За две недели обучить локомотивные бригады управления и выхода из случаев принципиально нового подвижного состава невозможно. Новый подвижной состав сильно выбивается из технических характеристик московского метрополитена. Он тяжелее, он почти вдвое более энергозатратен. У него совершенно другие принципы двигателей, совершенно другие принципы вентиляции. Все это накладывает большие неудобства и ЧП для московского метрополитена. У нас горят кабельные линии, у нас горят высоковольтные выключатели, у нас разрушаются рельсы. Рельсы в продирах, в электроподжоге. У нас забиваются изолирующие стыки между рельсами и участились отказы в устройствах системы СЦБ. Именно из-за пыли от этих новых составов, металлической пыли. Но, а, и еще очень важный вопрос. У нас пассажиры стали падать в обмороке чаще и умирать на станциях, потому что в новых подвижных составах часто выходят кондиционеры из строя. Мы возражаем и привлекаем внимание к проблеме жизни пассажиров. Такая же ситуация, просто машинисты здоровые проходят ежегодную медкомиссию, складываются в кабине машиниста. Если кондиционер вышел из строя, ее проветрить невозможно. Летом мы работаем при плюс 50 градусах в кабине. Машинист выключается. Это дополнительная угроза безопасности пассажиров. И последний момент. Вот это наша очень сильная сейчас проблема. Это медицинская помощь пассажирам и работникам. Московского метрополитена она разрушена. Ее нет. В экстренном случае, когда работник получает травму на производстве, или ему становится плохо, либо пассажиру в подвижном составе в вагоне на станции становится плохо, или он получает травму на эскалаторе, помощь ему оказывает только скорая помощь городская. Время подхода, особенно в центре скорой помощи, очень долгое. И плюс спуск на станцию и поиск пострадавшего, который осуществляет сами врачи, непозволительно затягивает время и часто приводит к летальным исходам. Мы возражаем против того, чтобы была разрушена медицинская помощь работникам и пассажирам. Мы будем еще раз пытаться начать переговоры и заключать соглашение по реализации наших требований. Будем стараться. Мы будем еще один раз, если нас не услышат, мы в конце мая выйдем еще на одну массовую акцию, последнюю. И после этого начнем дестабилизировать работу метрополитена. Возможностей у нас немного по закону. Мы будем объявлять итальянскую забастовку, работая строго по инструкции. Уверяю вас, половина подвижного состава будет снята с линии, потому что он не соответствует требованиям наших инструкций. Мы миримся, потому что понимаем, что метрополитен – это каркас транспортной системы города Москвы, и людей возить надо.